Оперативное совещание, которое прошло в правительстве вчера, было неожиданным хотя бы по гендерному составу, потому что из пяти докладчиков трое были женщины, чего, собственно, раньше не замечалось. Не знаю, чем вызвано было такой перекос, может, так сложилось, но, в общем, так получилось. Сам Хабиров сделал необычайно длинное содержательное вступление, вот с него мы и начнем. Во-первых, в строках любимый руководитель заговорил, конечно же, о главном. Я буду много сегодня цитировать Хабирова, потому что он в этот раз наговорил очень много интересных, оригинальных и зачастую необъяснимых вещей. Так вот, в самом начале Хабиров сказал следующее. Главное, чем мы занимались все предыдущие недели, организация голосования по Конституции. Вот тут, конечно, звучало это странно, потому что именно все прошлые недели почти не упоминалось голосование на оперативках, ни разу не обсуждался его ход, подготовка, там еще что-то. Очень мельком об этом говорили, но, оказывается, вот это главное. А нам-то наивным показалось, что в последние недели, главное, это были урбан-форумы, это были фонтаны журавли, ну и прочая борьба с кальянами. Но, тем не менее, вот так вот выясняется, что главное это было голосование. Также Хабиров сообщил нам и количественные показатели этого голосования, которыми он, несомненно, гордится. Явка по Башкирии, по версии Хабирова, составила 90,83%. Центр избирком Сомали и Центральной Африки, конечно, вздрогнул после объявления вот этих вот показателей, потому что их жалкие 85 и 90%, конечно, оказались где-то внизу строчек. Но, кроме всего прочего, Хабиров заявил, что за поправки в Конституцию проголосовали 88% людей, которые явились на избирательные участки. Этот воображаемый результат голосования Хабиров охарактеризовал как явственную поддержку жителями республики курса нашего президента. И вот это главный итог голосования, конец цитаты. Также Хабиров сказал, что самое главное, что мы эту задачу выполнили. То есть, тут происходит некое противоречие между тем, что вроде как люди сами выразили свое мнение, по крайней мере, так заявляет Хабиров, но при этом это была задача, которую поставили Хабирову и его команде. В общем, конечно, во всей красе явилась сущность нашей избирательной системы в этих цитатах. Ну и в конце вот этого вступления по поводу голосования Хабиров заявил, что наша республика во всех начинаниях опора нашего президента. Вот эти вот вещи, которые звучат по меньшей мере напыщенно, высокопарно, но еще эти вещи, конечно, звучат очень неубедительно. Они, конечно, были сказаны самому себе. И, судя по всему, именно вот такой результат, который здесь у нас в республике нарисовали, он был нужен, безусловно, самому Хабирову, а вовсе не жителям, там, зрителям или избирателям. Мы уже говорили о том, зачем вообще, в принципе, администрации республики нужны вот подобные результаты. Мы говорили о том, что о подобных результатах даже Кремль не просил. Но, тем не менее, остается теперь только ими гордиться. Далее Радий Фаридович напомнил о том, что в ходе голосования Уфе перепал статус города трудовой славы. Хабиров посетовал на то, что это событие как-то уж очень незаметно прошло. Напомню, кстати, что почему-то отменили скоропалительно назначенный салют. И вот Хабиров, видимо, вдогонку вот этому всему посетовал, что, дескать, мы не так хорошо обратили внимание на вот это вот присвоение звания. Хабиров открыл страшную тайну, что, оказывается, в ходе голосования собирались и подписи за присвоение этого звания. И, в общем-то, тут открылся механизм присвоения этого звания городам. На мой взгляд, получается так, что чем лучше ты голосуешь за Путина, тем ближе ты находишься к званию города трудовой славы. То есть, ну, так как эти события были связаны фактически одним документом, там, или двумя бюллетнями. Ну, в общем, я, честно говоря, не знал о том, что это так работает. Хабиров объяснил и сущность этого звания. Тут я позволю себе еще раз процитировать, потому что вот это высказание Хабирова, оно максимально загадочное. И, наверное, историкам из кафедры истории или каких-то иных научных подразделений Башкирского госуниверситета надо бы эту фразу как-то расшифровать и объяснить населению республики. Так вот, начинаю цитировать. Это звание, сказал Ради Фаритович, дань уважения тем поколениям, которые ковали войну в тылу врага. Мы специально показываем на экране текст этого заявления, чтобы люди могли вникнуть в глубину этой мысли. Поколения, которые ковали войну в тылу врага, это какие поколения? Это поколение Штирлицев или поколение Николаев-Кузнецовых? В общем, конечно, загадочное заявление. И я думаю, что здесь есть почва для научных изысканий. Далее Хабиров мельком пробежался по заслугам города Уфы во время войны. Сообщил нам о миллионах тонн горючих материалов, которые были изготовлены в Уфе для победы. Но справедливости ради надо, конечно, дополнить этот тезис Хабирова тем, что миллионы тонн горючих материалов в Уфе стали возможны только благодаря американской компании «Лумус», которая поставила оборудование для производства этих нефтепродуктов. Иначе бы Россия или Советский Союз того времени просто бы не справились с этой задачей, потому что тогда в замечательном Советском Союзе выгонять бензин из нефти все еще не умели. В конце своего заявления об этом статусе Хабиров назидал городским властям о том, что нужно не забыть об этом замечательном звании города Уфы. И этот статус, цитирую, необходимо олицетворить, запечатлеть в граните, но прежде всего в мраморе должен появиться какой-то объект. Конец цитаты. Тут Радий Фаридович приоткрыл свои предпочтения в скульптурном искусстве. Судя по всему, он предпочитает гранит, как и Дмитрий Анатольевич, но прежде хочет, чтобы все это было отлито в мраморе. В общем, конечно, эти цитаты в этот раз достойны увековечения отдельно и сами по себе. Первым докладчиком по списку был традиционный господин Забелин. Правда, Хабиров предварил его доклад, оговорившись о том, что он уже заранее принял решение по поводу эпидемиологической обстановки, а доклад Забелин, он, собственно, здесь для красоты. Но, тем не менее, Максим Васильевич сообщил нам о том, что в республике 5 638 заболевших всего, 47 новых заболевших за истекшие сутки, 412 человек лечатся в больницах, 32 в тяжелом состоянии, 1817 больных COVID-19 лечатся в домашних условиях, и 3304 человека уже выздоровели за все время пандемии в республике Башкортостан. Максим Васильевич напомнил о том, что все положенные выплаты медикам уже выплачены, волноваться совершенно не о чем. И за сутки он сделал 4320 тестов, а за все время протестировал 410 тысяч жителей республики, что, собственно, уже даже больше, чем 10% населения. Самое главное, что сказал Забелин в своем коротком докладе, было то, что республика Башкортостан вошла в число регионов, где будет оцениваться популяционный, он же коллективный иммунитет. Это на самом деле очень важное заявление, потому что в конечном итоге все серьезные ученые сходятся к тому, что пандемия и вся вот эта эпидемия закончится только тогда, когда в популяции у населения выработается вот этот коллективный иммунитет. И он должен достигнуть примерно 45-55% населения. Вот именно эти замеры, которые будут проводиться в республике, они дадут нам хотя бы приблизительное понимание перспективы, когда эта вся напасть закончится и когда уже можно будет перестать опасаться инфицироваться в магазине, на улице или просто в автобусе. Далее Хабиров перешел к тем заранее заготовленным решениям, которые он перечислил по списку, и я сделаю то же самое. Первым Хабиров заявил о том, что по показателям Роспотребнадзора республики Башкортостан находится во второй фазе снятия ограничений, что бы это ни значило. Собственно, наверное, он об этом говорил ранее, но мы уже как-то подзабыли. Также Хабиров с тревогой сообщил, что 23 дня ситуация у нас в республике стабильная, но не улучшается. Хабиров очень обеспокоен тем, что заполняются больницы. В Зубово, сказал он, уже 201 человек лежит. Через две недели больница будет полной, и его это очень пугает. Конец цитаты. Ну, собственно, я не понимаю, что пугает господина Хабирова, при том, что буквально за несколько минут до того, как он свои вот эти страхи нам поведал, господин Забелин сообщил о том, что у него всего 412 пациентов лежат на стационарном излечении, при том, что у него по нормативу и фактически заготовлено 2500 коек. Это как минимум. А еще он экстренно может развернуть еще до 1000 коек легко и непринужденно. В общем, немножко тут противоречия возникают. Хотя, возможно, мы не понимаем их подоплеки. Дело в том, что, может быть, там денежки кончились, там, или мобилизационные ресурсы. Ну, в общем, 412 больных в больницах уже пугают Хабирова. Далее Хабиров перешел к назиданиям. Всем нужно встряхнуться, обратился он к главам районов. Ничего не закончилось. Вскрыть все проблемные места, усилить и обеспечить масочный режим. Ну, вот эта вот панацея в виде маски, она, конечно, олицетворяется той маской, которую мне вчера дали в торговом центре Лента. Она была сделана из какого-то нетканного материала, однослойного. У нее даже не было завязок, у нее были просто прорези. Это такая абсолютно формальная тряпочка, которая вешается на лицо для того, чтобы случайно забредший инспектор Роспотребнадзора не возбудился при виде людей без масок. Вот именно вот подобными формальностями в России принято обходить любые законы. Завершил свои домашние заготовки Хабиров тем, что он сообщил, что нет никаких оснований открывать детские сады и детские лагеря на данный момент. И как минимум до 15 июля они будут закрытыми, а к 15 июля еще, как говорится, посмотрим. Ну, тут, наверное, это разумно, в принципе, учитывая, что контролировать пандемию среди детей, наверное, совершенно невозможно. А учителя или преподаватели, они тоже, в общем-то, не в силах, наверное, все эти вещи обеспечивать. Да и люди, они не очень подготовлены к этой пандемии. Также Хабиров сообщил, что в социальных учреждениях Башкортостана сохраняются карантинные режимы, то есть те, которые были введены еще чуть ли не в марте. Вторым докладом оперативного совещания был доклад Бориса Беляева о ситуации в ЖКХ на транспорте и в чрезвычайных ситуациях. Традиционный доклад Беляева в этот раз был, в общем-то, не менее традиционным. Аварий у Бориса Владимировича допущено не было, кроме города Стерель-Тамака на улице Гоголя, которую они очень быстро устранили. Отключение воды холодной и горячей проводится только согласно графику, сообщил Борис Владимирович. Но вот тут я бы сделал некоторое отступление. Именно вот этот график отключения холодной и горячей воды, по крайней мере, в Уфе на прошлой неделе вызвал шквал возмущения своей недостоверностью. Опубликованные графики никак не совпадали с действительностью. Людям сообщают, в какое время будет отключена холодная и горячая вода, а потом коварным образом ее отключают в другое время. И это происходит сплошь и рядом. Вот тут на это, наверное, Борис Владимирович нужно обратить внимание, потому что, ну, либо не публикуйте эти графики, либо не отключайте воду, когда вам заблагорассудится. В этот раз Борис Владимирович был чрезвычайно краток и сообщил о том, что 97% мусорных контейнеров и площадок по вывозу коммунальных отходов охвачены системой фотофиксации. Ну, это, безусловно, хорошо, конечно, если это действительно так. Теперь было бы неплохо дать доступ к этой системе фотофиксации всем желающим. Тогда бы все люди, наверное, успокоились, увидев, что с их мусорных площадок регулярно вывозят мусор, а не так, как они видят своими глазами, когда этот мусор неделями лежит невывезенный. Хабиров, выслушав Бориса Владимировича, почему-то заговорил о Нефтекамске. Видимо, он соскучился по достижениям и сообщил о том, что он очень хотел бы услышать о том, как развивается начинание мэра Нефтекамска в области энергосбережения. Повелел Беляеву подготовить доклад на эту тему. Я бы отметил, что в этот момент очень сильно поскучнел Андрей Геннадьевич Назаров, сидящий рядом с Хабировым. Видимо, Андрей Геннадьевич что-то знает про Нефтекамск особенное. Собственно, он, наверное, не единственный такой, потому что к докладу Беляева я тоже готов сделать некое дополнение. Там была замечательная история с одной из школ Нефтекамска, где вот это вот пресловутое энергосбережение чуть было не обернулось посадками для тех, кто все это дело организовывает. Содокладчиком Беляева традиционно был Алан Викторович Морзаев, который сообщил нам о ситуации в области безопасности дорожного движения. Он сообщил, что за прошедшую неделю в республике случилось 77 ДТП, 87 человек в них пострадали и 13 погибли. Алан Викторович упорно сообщает нам о том, что динамика смертей и травматизма на дорогах у нас положительная, однако я позволю себе не согласиться. 13 погибших в неделю – это очень много. Напомню, что на прошлой неделе эта цифра была 12. То есть две недели подряд у нас этот показатель 12-13. Очень простой математический расчет говорит нам о том, что если подобная динамика будет сохраняться в среднем, то за год в республике Башкортостан погибнет примерно 600 человек. 52 недели умножаем на 12 или на 13, и получаем существенное превышение того норматива, который установил Ради Фаритович для этого ведомства. Напомню, что Хабиров требует, чтобы количество погибших за год на дорогах Башкортостана не превысило 400. Однако Ради Фаритович не счел нужным посчитать в уме эти цифры, либо не счел нужным напоминать Морзаеву о том, что норматив выходит за пределы 7-8 погибших в неделю, которые необходимо достигать. Вопреки этому всему, Хабиров сообщил о том, что, по его мнению, развелось на дороге слишком много пьяни, и ГИБДД должно усилить свои действия в отношении нетрезвых водителей. А далее Хабиров сделал вовсе примечательное и неожиданное заявление. Процитирую. Надо дискутировать с теми, кто искажает действительность. Наша республика – регион, где смертность падает, несмотря ни на что. Видимо, несмотря даже на статистику. Ну, вот этот вот тезис, конечно, Хабирова, он характеризует именно подходы в области снижения смертности, потому что, судя по всему, снижение смертности во всех сферах жизни республики достигается исключительно статистическими методами и методами некой силовой дискуссии с теми, кто пытается получить истинное положение дел в этих сферах. Алан Викторович был последним выступающим мужчиной на этой оперативке и далее перешли к женской половине правительства. Третьим докладчиком на оперативном совещании была Болочева Маргарита Дмитриевна. Это был ее дебют. Это самая юная участница правительства республики Башкортостан, председатель Госкомитета республики по внешнеэкономическим связям. Юная дама прибыла к нам из Москвы и впервые выступила на оперативном совещании правительства. Выступала она на тему реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт в республике Башкортостан». С самого начала Маргарита Дмитриевна задала какой-то немыслимый темп речи, затороторила, как из пулемета, какие-то показатели целей и задачи нацпроекта. Однако Ради Фаридович раздраженно ее остановил, почему-то назвал Маргаритой Михайловной и поинтересовался, вы куда-то опаздываете? «Нет», – лаконично ответила Маргарита Дмитриевна. «Я тоже», – сказал Ради Фаридович. После чего доклад перешел в более спокойное русло, и Маргарита Дмитриевна поведала нам, что нацпроект в республике Башкортостан делится на две части. Это развитие экспорта и развитие экспорта услуг. Вот тут, конечно, надо отметить, что если внимательно вслушиваться в эти названия, возникают некоторые вопросы. Наверное, нужно было бы добавить одно слово к этим терминам – развитие экспорта товаров и развитие экспорта услуг. Иначе одно в другое как-то вкладывается, потому что в экономике не всегда разделяют экспорт товаров и услуг, а если разделяют, то по смысловым признакам. Маргарита Дмитриевна поведала нам, что экспорт, видимо, товаров из республики Башкортостан в 2019 году составил 1,8 миллиарда американских долларов. План на 2020 год был установлен 2,5 миллиарда американских долларов с существенным ростом от 2019 года, но, судя по всему, достигнут он не будет. Дело в том, что по прошествии полугода мы достигли всего 24% этих плановых показателей, и оснований для того, что мы нагоним в оставшиеся полгода целых 76% этого объема, конечно, нет никаких. Экспорт услуг, по словам госпожи Булочевой, составил в 2019 году 180 миллионов американских долларов, а в 2020 году должен был составить 343 миллиона американских долларов. Она не стала говорить о том, насколько она исполняет план по экспорту услуг, и перешла вообще к объяснению и обсуждению этих планов. Маргарита Дмитриевна сообщила нам, что план на 2020 год будет перерасчитан в Москве, видимо, в сторону уменьшения. Финансирование федерального проекта в республике со стороны федерального центра вообще не происходило в этом году, а из бюджета республики Башкортостан госпожи Булочевой перепало аж 100 миллионов рублей, из которых 84, соответственно, и 84% она уже успела потратить. Тут, конечно, возникают некоторые вопросы, что если экспорт у нас сложился всего на 24%, то как же так, расходы этого проекта составили аж целых 84, но, видимо, там есть какие-то тонкости. Собственно, чем занималась госпожа Булочева вот на эти 84 миллиона рублей, она сообщила нам в завершающей фазе своего доклада, она перечислила те действия, которые предпринимал ее комитет по стимулированию экспорта из республики Башкортостан. Она сообщила нам, что провела аж 8 онлайн-бизнес-миссий, чтобы это не значило, например, с Индией, Узбекистаном и Белоруссией, 12 видеоконференций с бизнес-шерифами, а также она выделила 32 субсидии на общую сумму 80 миллионов рублей. Ну, слава богу, что из 84 миллионов, выделенных ей из республиканского бюджета, 80 хотя бы пошли на субсидии. Маргарита Булочева сообщила нам, что 10 компаний из республики Башкортостан начали торговлю на ebay и на площадке Alibaba, а также она всерьез разрабатывает проект Made in Bашкортостан. Вообще, весь доклад Маргариты Дмитриевны был очередной матрешкой в экономической области. Дело в том, что все вот эти меры, которые она героически предпринимала для стимулирования экспорта, уже были вложены в тот пакет мер, который был оглашен по преодолению проблем, возникших с пандемией коронавируса. Это очередное размножение сущностей. В общем-то, этот доклад, на самом деле, можно было не делать. Судя по всему, это понимал и Радий Фаритович, который не только не выучил имя-отчество руководителя комитета внешнеэкономических связей, но и весь доклад демонстративно провел в своем смартфоне, там что-то перелистывая, что-то очень важное, видимо, оттуда находя. А по окончанию доклада Хабиров и вовсе дал поручение вовсе не Маргарите Дмитриевне, а Назарову. В частности, он сказал, что нужно проанализировать работу представительства в Австрии, заканчивать работы по открытию представительства Республики Башкортостан в Стамбуле и усилить аналитическую работу Госкомитета. Ну, Назаров бегло ответил, что в Стамбуле все готово, только осталось приехать и перерезать ленточку. Про Австрию он ничего не сказал, но, видимо, там еще лучше дела обстоят. Доклад Четвертым докладчиком оперативного совещания была опять прекрасная дама Полянская Наталья Юрьевна, министр земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан. Доклад ее был о предварительных итогах государственной кадастровой оценки объектов капитального строительства в Республике Башкортостан. Если вам покажется, что это скучный, неинтересный доклад, и вы захотите выключить дальше просмотр, то я вас предупреждаю, эта история скучная, но касается каждого жителя в Республике Башкортостан. Вообще, зачем делается кадастровая оценка? Я позволю себе некое отступление, прежде чем начать описывать доклад мадам Полянской. Так вот, эта кадастровая оценка делается исключительно из налоговых соображений. Согласно кадастровой стоимости платятся налоги на имущество, согласно кадастровой стоимости приватизируются объекты недвижимости, находящиеся в государственной собственности и так далее, и так далее. Нас всех это касается хотя бы потому, что кадастровая стоимость квартир растет от года к году, от нового тура к новому туру, как выразилась мадам Полянская, и потому растут наши имущественные налоги. В самом начале Наталья Юрьевна сообщила нам о том, что в Республике Башкортостан учтено и находится под контролем 1 миллион 332 тысячи помещений, 1 миллион 123 тысячи зданий, 151 тысячи сооружений, 17 224 объекта незавершенного строительства и 4 758 машиномест. Это именно та база, вокруг которой крутится весь процесс кадастровой оценки. Наталья Юрьевна уточнила характеристики и параметры налогообложения по 30 тысячам объектов, видимо, в прошедший период, и вывела среднюю стоимость, среднюю кадастровую стоимость квадратного метра, например, жилья по всей Республике Башкортостан. Она продемонстрировала нам довольно объемную таблицу, в которой были перечислены все крупные города Республики, а также стоимость квадратного метра по районам. Я позволю себе рассказать о некоторых из них, таких вот характерных и показательных. В Уфе, например, по мнению Натальи Юрьевны, 1 квадратный метр в многоквартирных домах стоит 57 тысяч рублей, а квадратный метр в индивидуальных домах 28 тысяч рублей. Самый низкий показатель госпожа Полянская определила для города Агидели, где квадратный метр в многоквартирных домах стоит всего 15 тысяч рублей, а квадратный метр в частных домах и вовсе 13 тысяч рублей. В среднем в городах Республики квадратный метр квартиры стоит 27 тысяч рублей, а квадратный метр жилого дома стоит 23 тысячи рублей. Рост показателей кадастровой стоимости по результатам второго тура оценки по Республике Башкортостан составил, внимание, 27%. Именно на 27% мадам Полянской удалось поднять кадастровую стоимость жилья и недвижимости в Республике, соответственно, увеличить налогооблагаемую базу. Соответственно, все мы будем платить больше налогов, конечно, не на 27%, но исходя из этого роста. Дело в том, что кадастровая стоимость объекта, по закону, по крайней мере, должна быть максимально приближена к реальной рыночной стоимости. Именно вокруг вот этого механизмов оценки, рыночной оценки стоимости объектов и ломаются копии. Напомню, что после первого тура кадастровой оценки объектов недвижимости примерно по 3,5 тысячам объектов недвижимости возникли судебные споры, и собственники не согласились с той суммой, в которую оценила мадам Полянская их объекты, пошли в суд и снизили вдвое кадастровую стоимость этой оценки. Наталья Юрьевна даже посетовала на то, что, к сожалению, собственники массово в судебном порядке с привлечением профессиональных юристов и оценщиков оспаривали кадастровую оценку. То есть, с одной стороны, госпожа Полянская расписалась в собственном непрофессионализме, сообщив о том, что хорошо обученный юрист и оценщик легко опровергает решение целого министерства. А с другой стороны, мадам Полянская посетовала, что население республики такие редиски, что не хотят платить из года в год за собственное имущество все больше и больше любимому государству. В целом, конечно, все эти туры кадастровых оценок, не что иное, как очередное повышение налогов, в данном случае налога на имущество. Собственно, государство от тура к туру пытается увеличить стоимость нашего имущества виртуально, чтобы содрать с нас денег реально. И на самом деле, вот эта кадастровая оценка, она никак не влияет на стоимость, скажем, нашего с вами жилья, потому что продается жилье в конечном итоге по индивидуальной и конкретной рыночной цене. Зависит это от конъюнктуры и так далее, и так далее. Более того, механизмы государства неповоротливы. Вот представьте себе, сейчас мадам Полянская в результате немыслимых затрат и труда назначит нам некую стоимость жилья, а буквально через месяц-два или через полгодика стоимость жилья резко снизится под воздействием каких-либо факторов, например, того же самого экономического кризиса, который постепенно нас всех накрывает. Но ведь кадастровая оценка останется, и налоговые сборы останутся теми, которые установила нам Наталья Юрьевна. В общем, конечно, с этим все понятно, и воспринимать это нужно исключительно как очередную попытку поборов. Выслушав госпожу Полянскую, Хабиров почему-то начал шутить, причем шутить не в попад. Глядя куда-то выше центральной камеры, Хабиров обратился к Андрею Геннадьевичу. Андрей Геннадьевич, я где-то слышал, что если часы на стене остановились, то это грозит массовым увольнением. Назаров посмотрел туда же вдаль и сказал, да, я тоже с утра заметил. Видимо, где-то за кадром висели в зале заседания часы, которые остановились. Ну, в общем-то, непонятно, к чему была эта шутка, хотя Хабиров ее продолжил, предположил, что, возможно, часы остановились от напряжения, которое сложилось в зале. Вот тут я бы не согласился. За последние полтора года я особенного напряжения вообще в правительстве не заметил, особенно какого-то трудового напряжения. Видимо, просто батарейка села в часах. Завершилось оперативное совещание докладом всеми нами любимой Ленары Хакимовны Ивановой. Как-то уж очень быстро закончился ее информационный карантин. Впрочем, этот доклад Ленары Хакимовны, пожалуй, бы ей не стоило делать. Дело в том, что вообще он выглядел как некий сеанс саморазоблачения, и озаглавлен он был о предоставлении адресной социальной помощи на основе социального контракта. В целом, то, что сказала нам Ленара Хакимовна, подтвердило мои предположения о том, что она давно и основательно забила на свою основную деятельность и увлеклась реализацией, освоением тех вот немыслимых сотен миллионов рублей, которые свалились на нее в период пандемии. По всем нам известным причинам, злые языки в республике Башкортостан предлагают переименовать ведомство Ленары Хакимовны в Министерство халявы, и именно с перечисления халявы Ленара Хакимовна начала свой доклад. Она сообщила нам, что 10 тысяч рублей полагаются жителям республики на период поиска работы от 3 до 12 месяцев, на профессиональное обучение от 1 до 3 месяцев и в трудной жизненной ситуации от 3 до 12 месяцев. По 18 тысяч жители республики могут получить аж целых 3 месяца при стажировке, а по 100 тысяч на начало индивидуальной предпринимательской деятельности и всего по 50 тысяч на ведение личного подсобного хозяйства. В общем и целом Ленара Хакимовна получила на все эти благие намерения 427 миллионов рублей в год. По плану госпожа Иванова должна облагодетельствовать этой халявой 4400 семей. Однако с выполнением плана у нее не все гладко. Всего 14 социальных контрактов Ленара Хакимовна заключила с людьми на помощь в поиске работы. При этом 7 человек из этих 14 счастливчиков работу все-таки обрели. В плане социального контракта на индивидуальное предпринимательство и вовсе что-то совсем плохо идут дела. Всего 2 контракта заключила Ленара Хакимовна, при том, что план у нее аж целых 430. Несколько лучше обстоят дела с социальными контрактами для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Это 1400 человек и целых 17 миллионов рублей из 427, которые Ленара Хакимовна смогла истратить на покупку всевозможной бытовой техники для несчастных, у которых нет даже стиральной машины. Вообще, я, конечно, выслушав вот этот доклад Ленара Хакимовна, был возмущен до глубины души. Мне даже пришла в голову мысль о том, что отдельно взятый Алекс Гросс, и то наносит значительно больше пользы бедствующим людям в республике Башкортостан, чем целое многочисленное, огромное, очень дорогое ведомство Ленара Хакимовна. Судя по всему, к подобным же выводам пришел и Хабиров. Завершил он доклад госпожи Ивановой следующей фразой. «Я правильно понимаю, что мы тут недорабатываем. Есть люди, есть деньги, но все это не работает». Ленара Хакимовна попыталась объяснить все это любимой темой пандемии. «Мы просто стояли долгое время», — сказала Ленара Хакимовна. «А сейчас надо поработать». Но вот этот комсомольско-профсоюзный задор Ленара Хакимовна уже, пожалуй, что не спасает ситуацию. Объяснять все пандемии тем, что она была увлечена вот этим волонтерством и освоением вот этих безумных денег, упавших ей с неба, конечно, не стоит. Основная функция министерства, судя по всему, была заблокирована. Не исполнялись обязанности, не исполнялись функции. И того и гляди, не исполнится национальный проект. Дело в том, что статистически доказать снижение бедности в Республике Башхортостан не получится. Дело в том, что бедность у всех перед глазами. А вот этот вот искусственный отбор бедных для видеосъемок, который нам продемонстрировала Ленара Хакимовна во время доклада, одна из женщин, которые попали в этот замечательный ролик, даже оговорилась «Спасибо, что меня отобрали для этого проекта». То есть, судя по всему, у них там есть некий отбор наиболее симпатичных и наиболее пострадавших для того, чтобы все это выглядело замечательно на видеокадрах, при том, что контракты заключаются фактически штучно, а план целых 4400 контрактов за год. В ходе своего доклада Ленара Хакимовна практически не говорила о ситуации на рынке труда. Упомянула только, что у нас немыслимое количество вакансий – 21 тысяча, при этом 80 тысяч безработных. А также Ленара Хакимовна со своим профсоюзным задором сообщила, что 37% вакансий имеют за спиной у себя аж целых 25 тысяч зарплаты. С какой стати Ленара Хакимовна восхитилась вот этим уровнем зарплаты, непонятно. Она должна понимать, что 25 тысяч – это примерно как тот самый личный парикмахер, который ее обслуживает, или примерно тот бассейн, в который она ходит регулярно поправлять свою физическую кондицию. В общем, подобное лицемерие, либо непонимание уровня цен и уровня затрат населения, конечно, во многом характеризует Ленару Хакимовну и абсолютно справедливо возмущает господина Хабирова, который в этот раз остался очень и очень недоволен ее докладом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова